Сегодня комбинированный маникюр и покрытие с дизайном. Девчонки, всем привет! Этим ноготочком 2 месяца. Если помните, видео с этим дизайном было где-то в апреле. Девочка очень аккуратно относила гей-лак, но давно пора его обновить. Ну что ж, поехали! Снимаю синий кукурузкой гей-лак, убираю отслойки и длину. Для того, чтобы аккуратно спилить гей-лак возле правого бокового валика, поворачиваю пальчик и захватываю его сверху и ду фрезой снизу вверх. Далее пилочкой с одноразовым вкладышем на 180 грит опиливаю форму. Форма у нас будет мягкий квадрат, а также зашлифовываю неровности. Пушером отодвигаю кутикулу и буду выполнять комбинированный маникюр с мацерацией. Пламенем с красной насечкой убираю птеригий. Сначала с одной стороны, потом переключаю аппарат и с другой. Затем замачиваю ручки в теплой мыльной воде. Еще раз пушером прочищаю зону кутикулы и синусов. А теперь ножничками срезаю кутикулу и накожницами дорабатываю боковые валики и синусы. Субтитры подогнал «Симон» Если вы еще не подписаны на мой канал, добро пожаловать! И не забывайте нажимать на звоночек, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео. Привет! Поэтому я вамificаю увillesу наш nellайон! Шлифую ноготки одноразовым бафом, сметаю пыль. Далее обезжириваю и прокрашиваю праймером. Каучуковой базой Элис Браун делаю выравнивание. Ставлю каплю, распределяю материал не нажимая на кисть, а потом переворачиваю ручку на секунд 30. Проверяю блики, выравниваю боковые параллели тонкой кистью. Для верности можно еще раз перевернуть ручку, а далее в лампу. Для плавного градиента беру три цвета. Я использую гель-лаки от торговой марки Атика, но думаю каждый в своей палитре может подобрать похожие. Темно-фиолетовый, фиолетовый фуксия и розовый неоновый. Он у нас будет основной, которым уже покрыты остальные ноготки. Теперь по пропорциям. Темного на ноготке должно быть меньше всего, а розового больше всего. Перед тем, как выполнить растяжку, смешиваю тонкой кистью цвета между собой. Теперь беру кисть для градиента. Мелкими движениями, змейкой тяну волну от начала и до конца. Посередине не останавливаюсь, это нужно для того, чтобы переход был плавный и цвета хорошо смешались. Но уж если остановилась, то продолжаю с того же места. Музыка. 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 Далее переворачиваю ручку клиентки и прохожусь змейкой в обратную сторону. Для плавного перехода достаточно выполнить градиент в два слоя. Я же выполнила градиент в один слой, так как знаю, что дальше еще будет паутинка, блестки и матовый топ. Черной гель паутинкой делаю хаотичные поперечные полосы и просушиваю их в лампе. Субтитры подогнал «Симон» Теперь тоненьким слоем покрываю топом и присыпаю на непросушенный топ серебряные блестяшки. Просушиваю в лампе 30 секунд. Перекрываю дизайн матовым топом, а остальные ноготки оставляем глянцевыми. Остальные ногти перекрываем гель-лаком в два слоя и глянцевым топом. На всю работу с дизайном я потратила 2 часа. Получился вечерний и в то же время яркий дизайн. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина Брелева. Субтитры подогнал «Симон»